Теперь мы начнем, вот я считаю, что вы уже запомнили, как мы это делаем. Теперь я перейду уже к вот этим кирпичикам. Какая здесь разница? Вместо крупной бисеринки я буду набирать граненую бусину. Остальные наборы точно так делается, но у нас добавляется еще кое-что. Итак, мы делаем крестик. Набираю кирпичик. Бисеринка, кирпичик, бисеринка и третий кирпичик. И третий кирпичик. И закрываем наш крестик. Получится то же самое, просто у нас здесь не супер дуо, а кирпичики. Вот видите, крестик у нас вышел. Крестик у нас вышел. Мы поступаем точно так, как в предыдущий раз. Просто у нас здесь вместо крупной бисерины я набираю граненую бусину. Мелкая бисеринка остается мелкой бисеринкой. А здесь мы продолжаем двигаться вперед. То есть заходим во вторую дырочку и проходим в следующую бусину для следующего крестика. Набираем. Тут у нас уже имеется две бусины. То есть один кирпичик, одно супер дуо. Нам нужно набрать еще два кирпичика. Раз. И два. И закрываем. Так, второй бисеринки нам не нужно, потому что она у нас есть. Вот она. То есть три бисеринки у нас есть. Мы набрали одну бисерину. И закрываем. Новый крестик у нас получился. И выходим над горизонтальной расположенной бусиной. Набираем граненая бусина, бисеринка. И опускаемся в предыдущий ряд на последнюю бусину супер дуо. Делаем последний крестик. Три бусины у нас есть. Нам нужно одну бисеринку и одну бусину кирпичика. Закрываем крестик. И точно так выходим над горизонтальной бусиной, чтобы добавить граненую бусину. Вот она у нас здесь. И теперь, то есть я пока что делаю все то же самое, что делала и с супер дуо. Есть один нюанс, который вот чуть попозже мы сделаем. Сейчас я вам это покажу. Пока что мы пройдем вот в крупную бусину, в бусину 3 миллиметра. И пройдем, соединим ее с помощью бисеринок с верхними дырочками. Вот таким образом. И последнее. Теперь посмотрите. Вот я выйду сейчас только в граненую бусину. Вот какая разница. Значит, вот посмотрите. У нас здесь очень большая дырочка получается. По сравнению с дырочкой между супер дуо. Это все из-за конструкции нашей бусины, из-за внешнего вида. У супер дуо у нас здесь более заостренные края, а здесь более тупые, более широкие. Поэтому вот не так соединяются плотненько наши крестики. Поэтому я делаю еще один вот такой хитрый набор, чтобы у нас закрылась вот эта дырочка. После того, когда я прошла в граненую бусину, я выхожу в нижнюю бисеринку. В нижнюю бисеринку. Вот смотрите. Я вышла в нижнюю бисеринку. Набираю новые две бисеринки мелкие. И захожу, наклоню вот эту мою бусину кирпичика вот таким образом. И захожу в следующую мелкую бисеринку, в граненую бусину. Видите? В граненую бусину. И в следующую нижнюю бисеринку. Вот таким образом. Наклоните обязательно, потому что у вас могут эти бисеринки лечь не так, как надо. То есть они... Вот смотрите. Если я так оставлю и пройду просто сюда. Вот. Бисеринки могут лечь... То есть под бусину мою. Вот. Вот таким образом. Так не должно быть. Если мы не наклоним нашу бусинку, наши бисеринки могут лечь немножко по-другому. И не сможете вы потом стянуть, если вы пройдете вперед уже. Итак. Вот я прохожу до следующей, последней. Так. Зашли в граненую бусину. И выходим последней. Вот у нас бусинка осталась, которую мы должны вот таким образом наклонить. И закрепить при помощи двух новых бисерин. И вот теперь я могу уже выйти в верхнюю бисеринку, чтобы начать новый ряд. Вот смотрите, мои бусины каким образом теперь стоят. Вот так. Вот. И мы начинаем следующий ряд. То есть мы делаем все то же самое, как мы поступали и с нашим Супер Дуо. Только вот у нас есть еще дополнительные вот эти две бисеринки под нашими вертикальными бусинами. Вот посмотрите, как это будет выглядеть, если я сейчас еще вот пройду пару рядов, и вы увидите разницу. То есть набираем то же самое, как и с Супер Дуо. Три бусины закрываем на бусине, из какой мы вышли. Делаем перекладинку над горизонтальной бусиной, используя граненую бусину. Делаем новый крестик. Этот жгут тоже достаточно быстро можно сделать, так как у нас бусины, какие мы используем, они крупные и быстро проплетаются. Поэтому я не думаю, что у вас уйдет много времени вот для плетения такого жгута. Если, конечно, у вас будут необходимые для этого материалы. И последний крестик мы сейчас делаем. Так, это наверх. Так, набираем последний крестик. Закрываем. И выходим, чтобы сделать вот перекладинку над нашей горизонтальной бусиной. Проходим вперед в следующий промежуток между нашими вертикальными бусинами. Двигаемся только по бусинкам и бисеринкам нашего крестика. И выходим в граненую бусину. Делаем соединение с помощью бисеринок десятого размера между гранеными бусинами и верхней дырочкой кирпичика. Может бусина вот так поворачиваться, но когда вы ее будете соединять, оно все выровняется. Вот смотрите, я последнее сейчас делаю соединение и выхожу только в граненую бусину. Только в граненую бусину, в верхнюю бисеринку не выхожу. И теперь мне надо зайти в нижнюю бисеринку и начать набирать по две бисеринки под кирпичиком. Вот я придерживаю руками вот так. Я просто ставлю вот так пальцы свои и у меня мои кирпичики ложатся так, как должны лежать. Вот две бисеринки и захожу в следующую бисеринку, граненую бусину. Выхожу в нижнюю бисеринку, две новые бисеринки и захожу в следующую граненую бусину. Вот видите, как у нас ложатся вот эти вот кирпичики. Вот так оно лежит, если мы не ставим эти две бисеринки. И у нас вот такая вот дырочка здесь получается не очень красивая. Ну, во всяком случае, мне кажется, что это неаккуратно и не очень хорошо, очень подвижно и очень мягкий получается этот браслет. Вообще, я пробовала, конечно. Ну, вот мне кажется, что вот это самый удачный вариант. И получается красивый вот такой жгут. И в то же время вот более прочный, более аккуратный. Вот последние две бисеринки набираю. И теперь мы уже можем переходить в новое исходное положение. Вот таким образом плетутся эти жгуты. Видите, сложного здесь ничего нет. И так, чтобы вот, ну, было очень трудно или очень долго. Нет, это делается очень быстро, красиво и аккуратно. Я думаю, что мы можем закончить уже на этом наш урок. Если вам понравилось то, что мы сегодня делали, можете подписываться на наш канал, чтобы получать новые мастер-классы.